Всем привет! Вы на канале Футбол ЮА и мы по горячим следам представляем пары 1-8 финала Лиги Чемпионов. Поехали! Итак, первая пара. Зальцбург-Бавария. Зальцбург впервые сыграет на стадии 1-8 финала Лиги Чемпионов и с жеребьевкой австрийцам откровенно не повезло. Команде выпал худший вариант из всех возможных. Именно Бавария ныне является главным фаворитом турнира, поэтому испытание Зальцбург ждет очень и очень серьезное. Бавария и Зальцбург не так давно играли друг против друга в Лиге Чемпионов. Буквально в прошлом сезоне команды выступали в одной группе и выдали сумасшедшие матчи. Тогда Бавария оба раза победила 3-1 и 6-2. Удастся ли и сейчас выиграть настолько легко? Покажет время. А мы двигаемся дальше. И вторая пара. Спортинг-Манчестер-Сити. Команда Хосепа Гвардиолы уже несколько лет к ряду является одним из главных кандидатов на победу в Лиге Чемпионов, но эта цель горожанам подкориться никак не может. Сити безоговорочный фаворит матчей против Спортинга. Но как же все-таки будет интересно посмотреть за тактической дуэлью Гвардиолы и Рубена Амарима, которому пророчат сумасшедшее будущее. Именно в таких матчах, как против Манчестер-Сити, молодой тренер и его команда могут сделать огромный шаг вперед. История матчей Спортинга и Сити насчитывает всего две встречи. Тогда команды в 2012 году сразились на стадии 1-8 финала Лиги Европы. И дальше прошел именно португальский клуб. Спасло правило выездного гола, которого в этом сезоне уже не будет. Третья пара – Бенфика-Аякс. И это очень интригующее противостояние. Бенфика на своем пути оставила позади саму каталонскую Барселону. Теперь Блаугранос вынужден играть в Лиге Европы. Тогда как команда Жорджия Жезуша вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. Геройства Аякса на групповой стадии выглядят еще внушительнее. Это 6 побед из 6 возможных, при разнице забитых и пропущенных 25. Очень впечатляет. Бенфика и Аякс встречались на групповой стадии Лиги Чемпионов 3 года назад. И тогда матч в Португалии завершился в ничью 1-1, тогда как дома Аякс победил 1-0. Есть предчувствие, что на этот раз матчи будут куда результативнее. Ну а кто же фаворит? Прямо сейчас кажется, что более предпочтительными шансами выглядят как раз Аякса. Следующая пара Челси-Лиль. Из-за правил жеребьевки действующему обладателю трофея лондонскому Челси, соперники могли выпасть лишь 4 команды. Реал, Бавария, Аякс и Лиль. Конечно же видеть в соперниках Реала или Бавария и врагу не пожелаешь. Аякс показал себя с наилучшей стороны и тоже является грозным соперником, поэтому Лиль был самым легким и самым предпочтительным вариантом для синих. Так оно и вышло. Доги хоть и заняли первое место в группе Лиги чемпионов, но их квартет был самым слабым по именам. В чемпионате у Лили огромные проблемы, хотя в последнее время черная полоса понемногу превращается в белую, но все еще команда идет на 11-й строчке. Конечно же фаворитом в этом противостоянии выглядит лондонский клуб. Кстати, Челси выиграл и два предыдущих матча между этими командами, которые состоялись два года назад. Пятая пара и это настоящее ТОП противостояние – Атлетико Манчестер Юнайтед. По итогам первой жеребьевки Атлетико и Манчестер Юнайтед вытянули одних из главных фаворитов турнира – Баварию и ПСЖ соответственно. А вот повторная процедура уже определила матрасников и красных дьяволов в пару. Наверняка сейчас они довольны, но легко не будет ни одной из команд. У Юнайтед недавно сменился тренер и коллектив пока в поисках оптимальной игры, тогда как Атлетико и вовсе погряз в тотальном кризисе. Преимущество Манчестер Юнайтед – это наличие в составе Криштиану Роналду. Португалец является настоящим злым гением Атлетико и его нейтрализация будет одной из главных задач команды Диего Симеоне. Очень интригующее противостояние и уже сейчас хочется увидеть эти матчи. Двигаемся дальше и подходит черед пары – Вильяреал-Ювентус. Именно при жеребевке соперника испанцев произошла самая очевидная ошибка, из-за которой началось все то, что случилось. Но все-таки на данный момент кажется, что Вильяреалу чуть повезло, ведь Ювентус прямо сейчас в нынешней форме на голову слабее Манчестер Сити. Но это, конечно же, не значит, что желтая субмарина будет фаворитом противостояния с Бенканери. Интересный факт – Ювентус за свою историю играл против 11 разных испанских клубов, но ни разу не встречался с Вильяреалом. Ну что же, с почином! Предпоследняя пара – и это Интер-Ливерпуль. Второе топ противостояния на данной стадии. Здесь, конечно же, не повезло обеим командам. По итогам первой жеребьевки Интеру выпал Аякс. Не подарок, но это и не Ливерпуль. Англичане же должны были сыграть против Зайсбурга, гораздо более слабого соперника, нежели Нерадзури. Интер, кажется, уже привык к новому главному тренеру Симоне Инзаги и на данный момент идет первым в серии А. Но Ливерпуль – настоящая голевая машина. Команда Юргена Клоппа показывает шикарную игру в английской премьер-лиге, но и в Лиге Чемпионов ей удалось выиграть все матчи в группе Смерти. Фаворитом пары все-таки будет английский клуб, но здесь нужно немного подождать и посмотреть, в каком состоянии подойдут команды к кочным противостояниям. Кстати, эти команды играли между собой 4 раза. В полуфиналах Кубка Европейских Чемпионов 1965 года, тогда команды обменялись победами, но Интер прошел дальше. И в 1-8 финала Лиги Чемпионов 2008 года, тогда Ливерпуль выиграл оба матча и прошел дальше. И вот она наша вишенка на торте – ПСЖ Реал Мадрид. Когда видишь такие пары на столь ранней стадии, тебя не покидают разные эмоции. С одной стороны, очень круто увидеть матчи такого уровня уже в марте, но с другой стороны, не покидает разочарование, что один из таких топ-клубов не пройдет дальше. Мадридский Реал – это главный потерпевший в истории с жеребьевкой. Мало того, что им поменяли Бенфику на ПСЖ, так команда и вовсе была не при чем, когда делали те самые ошибки. Все эти ошибки, допущенные у Ифа в первой жеребьевке, были совершены уже после того, как определилась пара Реал-Бенфика. Ждем, когда Флорентино Перес начнет свою новую песню про Суперлигу. Ну а касаемо результата жеребьевки, это, конечно же, самая громкая вывеска 1-8 финала. Лео Месси вернется на Сантьяго Бернабео, Серхио Рамос также приедет к себе домой, Киллиан Баппе сыграет против своего будущего клуба, интриг просто невероятное количество. И стоит лишь надеяться, что обе команды подойдут к очному противостоянию в своих лучших формах и покажут нам настоящий праздник футбола. На этом все. Спасибо, что посмотрели наше видео. Обязательно пишите в комментариях, кто же, по вашему мнению, пройдет дальше в каждой из пар и кого вы видите главным фаворитом Лиги Чемпионов прямо сейчас. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!